Привет-привет! Сегодня запишем интервью или разговор с Николаем Салла, он эксперт по солнечным панелям. Эта тема мне интересна, я думаю, интересна и вам, поэтому я его сейчас подключу. С нами сегодня Николай. Николай территориально в штате Юта, да, находится? Да, я в Сотвэк-Сити живу. Хороший город, кстати, никогда там не был. Как там сейчас температура, погода? Жарко, жарко. У нас почти весь июль под 100 градусов стояло. Вау. Ну, у нас хоть сухая погода, так что не так плохо переносится. Я понял. Хорошо, ну, тогда не будем терять время, добавим наши контакты. Я real estate агент в Нью-Джерси и страховой агент, помогаю моим клиентам страховать дома машины в Нью-Джерси и в Нью-Йорке. И, собственно, отсюда и вопросы возникли у моих клиентов по real estate, то и по страховке. Но сейчас какая-то активность заметна, вот, особенно в Нью-Джерси. Я не знаю, почему. Расскажи, что вообще на рынке происходит и насколько солнечные панели актуальны. Ну, смотрите, сейчас государство очень сильно это продвигает, и, да, поэтому все больше и больше замечаете. То есть я начал работать в индустрии с конца 15-го года, и я сейчас вижу, что больше людей обращаются, немножко по-другому начали смотреть на сами панели. Если раньше это было какой-то модный гаджет, то сейчас люди действительно уже выбирают, потому что хотят сохранять деньги, и, ну, еще часть клиентов все-таки еще заботятся о природе тоже. Нужно первым делом смотреть, сколько вы потребляете электричества, потому что если вы платите за электричество 50-100 долларов, то, в принципе, это невозможно будет сохранить деньги именно ежемесячно выплаты. Если мы говорим, у вас билл больше 100 долларов, и вы планируете прожить в доме как минимум несколько лет, то во многих штатах вы будете платить примерно столько же за солнечные панели, но выплаты фиксированы, поэтому люди берут на долгосрочную перспективу. А вот в таких штатах, как Нью-Джерси, Коннектикут, Массачусетс, есть большие местные программы поддержки, где вам еще платят за производство энергии. Отвечаю сразу на вопрос, вы на этом много не заработаете, но принцип такой, что установив панели, вы в месяц будете платить меньше, чем вы платите сейчас за электричество. Ну, окей, если у меня там средних размеров дом, я плачу 150 долларов в месяц за электричество, и некая крыша, там, у меня порядка, ну, не знаю, там, может быть, 3-4 тысячи фитов. Актуально это мне, надо мне с этим связываться. Мой, честно, следовательно. Смотри, меня как обывателя интересует вопрос, то есть, если я на этом смогу что-то сэкономить или заработать, есть смысл с этим играться. Если это просто, я плачу сейчас 150 долларов энергокомпании, но могу платить 150 долларов за солнечные панели кредит, да, то вопрос, насколько это интересно. Понял. Ну, смотрите, если мы говорим особенно про Нью-Джерси, отличный пример, вот как раз в районе, вы сказали 150, у меня просто пример есть клиента совсем недавно, у нее средний билл был 180. Если мы не вдаваться в подробности, как это все работает между собой, выплаты пересекаются, потому что вы платите часть за солнечные панели, а вам платят за производство, то есть, если вот эти детали не вдаваться, то вместо 180 долларов в месяц, которые она тратила за электричество, сейчас она в среднем тратит 70. Я правильно понимаю, что не все штаты доплачивают людям, которые установили солнечные панели? Нет. То есть, сейчас есть федеральная программа, которая платит 26%, и это работает как налоговый кредит. Я к этому чуть-чуть попозже вернусь, потому что его не все получают. Но принцип такой, что 26% стоимости покрывается федеральным правительством. 26% стоимости выработанной энергии? Нет, это система солнечных панелей, то есть, сумма контракта, то есть, туда входит... То есть, если покупка, монтаж солнечных панелей стоит, условно, чтобы легко считать, 100 тысяч, да, то 26% оплачивает или покрывает, компенсирует штат или федеральная программа? Нет, это федеральное правительство. В виде, как бы, налогового кредита, да? Это налоговый кредит называется. Как раз я про это хотел немножко рассказать, потому что многие не совсем понимают, как это работает. Перед тем, как сказать, я не аккаунтинг, то есть, у меня нету разрешения официального... Да, это важно в Америке, это очень важно. Да, то есть, я просто наблюдаю, как это работает, и всем клиентам говорю советоваться с профессионалами, которые заполняют им налоги. Принцип такой, то что если вы платите, все это зависит от налоговой облигации. То есть, если вы платите налоги, то эта сумма вам возвращается. Отличный пример – это те, которые работают на компанию, у них из зарплаты вычитываются деньги. И часто в конце года государство сравнивает, сколько вы заплатили, сколько вы должны были. И если вы в течение года выплачивали налоги, то вот эти 26% от стоимости соль системы, они вам возвращаются. А если в конце года вы еще должны государству, к примеру, скажем, вам придет налоговый кредит от солнечных панелей 5 тысяч, и, к примеру, вы должны в конце года еще 10 заплатить, то вот эти 5 тысяч вам простятся. То есть, у вас есть выбор вместо того, чтобы платить эти деньги государству за налоги, чтобы вы заплатили за солнечные панели. То есть, они не прям просто печатают вам деньги, то есть, это такой дополнительный стимул, чтобы люди покупали. Когда я делал расчеты, я, кстати, спросил уже после установки, мне ответили, что работает даже лучше, чем ожидалось. Вышло так, что после установки в солнечные панели производят энергию, и все, что вы днем не использовали, отправляется обратно в сеть. То есть, сейчас государство заставляет электрокомпании принимать эту энергию обратно. И, к примеру, в Нью-Джерси вам дают полный кредит за то, что вы произвели. То есть, идея такая, что ночью вы что-то используете электрически в своей сети, днем пользуетесь что-то из солнечных панелей, и в зависимости от того, как вы пользуетесь своей энергией. Принцип такой, что в конце месяца они сравнивают, сколько вы отправили в сеть и сколько вы потребили из сети. Если солнечные панели производят столько же, сколько вы потребили, то у вас остается буквально 10-15 долларов connection fee, то есть, то, что вы клиент электрокомпании. То есть, даже если вы сейчас подойдете, выключите свет, вы все равно будете платить. То есть, солнечные панели снижают счет за электричество, поэтому они, в принципе, многие люди рассматривают с точки зрения сохранения деньги. То есть, у нее раньше был БИЛ-180, сейчас в среднем выходит в районе 10 долларов. Ну, то есть, она свое потребление купает, правильно? Да, да, то есть, у нее получается бесплатная энергия, так сказать. Естественно, за солнечные панели нужно платить, они не бесплатные, и выплаты получаются у нее в месяц за солнечные панели в районе 150 долларов. То есть, это небольшая разница с тем, что у нее раньше был счет за электричество, но она также получает в среднем в районе 90-100 долларов в месяц, если это распределить эти выплаты за производство. То есть, она еще получает от штата за то, что она производит чистую энергию. Неважно, отправила она ее в сеть или нет, они считают, сколько система производит. Ты имеешь в виду вот этот налоговый кредит, да, она накапливает? Нет, это отдельная программа штата. Это, если по-английски сейчас надо расшифровать, это Transactional Renewable Energy Credits. То есть, раньше была другая программа похожего плана, то есть, там, где штат нацелен, то, что Нью-Джерси и еще несколько других штатов, у них есть вот эта программа, то, что они нацелены производить больше чистой энергии. То есть, это не во всех штатах, правильно я понимаю? Нет, это не во всех штатах. Это надо уточнить. То есть, житель Нью-Джерси, который установил у себя солнечные панели и вырабатывает электричество, ему штат за это платит. Независимо, куда он девает это электричество, себе или отдает в сеть. Именно, именно. Это программа… Практически, как майнить биткоины. Примерно так, только не совсем так много платят. Я хотел, кстати, как раз еще среди русскоговорящих клиентов, я заметил то, что больше распространено то, что спрашивают, сколько на это можно заработать. Конечно. Да, электрокомпании не разрешают вам устанавливать систему, которая будет производить больше 110% того, что вы потребляете в год. То есть, если у вас… Как они смотрят? Они смотрят ваш счет за электричество, и в нем указано, сколько вы потребили киловатт-часов. Киловатт-часы – это как, в принципе, рассчитывается, сколько вы платите за электричество. То есть, они смотрят, сколько вы потребляете и сколько будет оценивают через инженерную программу, сколько это будет производить все. Секундочку. Если я, допустим, установил эти панели, они накапливают электричество, а я им не пользуюсь, я уехал, не знаю, на полгода во Флориду. То есть, вот это электричество, которое накопится где-то, да, или там отдастся в сеть. Я только вот 110% своего потребления смогу как бы использовать, да, в финансовом плане. А все остальное куда? Просто уйдет никуда? Не совсем. Смотрите. Мы про 110% я говорю, что оно сравнивает, сколько вы потребили за прошлый год. Это, так сказать, как они вообще дают разрешение на установку. Отвечая на ваш вопрос, то есть, если вы были в отпуске, панели производили больше, вот эта программа, которая учитывает, сколько вы ее отправили в сеть, вот эти кредиты переносятся на следующий месяц. То есть, это раз в 12 месяцев они сбрасывают, и вот этот кредит начинается заново. То есть, в те месяцы, которые вы потребили меньше, то это переносится, допустим, на зимние месяцы, когда ваша система не производит. Ну, это если мы говорим, например, один месяц, а если там полгода меня не было, да, за полгода перенести сложно. А, да, я понял. А объем будет просто большой. Да, я просто не совсем понял, что вы конкретно спрашиваете. В этом случае вам-то заплатят так называемый wholesale price, то есть, вам заплатят, если средняя цена за киловатт-час в Нью-Джерси, сейчас в районе 15 центов, то вам заплатят буквально 2-3 цента. Ну, то есть, что-то заплатят, да? То есть, оно вообще не пропадет в ноль, да? Ну, по факту, да, но, грубо говоря, вам будут платить вместо 100 долларов, я утрирую, но вместо 100 долларов вам заплатят доллар. То есть, как бы, это лучше, чем ничего, но это никак это не святало. Интересно. Да, то есть, вам будут платить за... Опять же, да, есть... Нужно смотреть на программу учета энергии. Отдельно есть с электрокомпанией, и есть, которая, это программа штата, которая платит за производство. То есть, электрокомпания, в принципе, ее забота то, что сколько вы потребляете, сколько вы отправляете в сеть, чтобы сколько вам посчитать, сколько вы должны. А программа штата, с другой стороны, она уже учитывает просто производство энергии, и за каждый произведенный мегаватт-час, то есть, мы потребляем киловатт-час, из уроков физики, то есть, один мегаватт – это тысяча киловатт. И начисляется все в киловатт-часах, то есть, это вот один киловатт энергии, потребленной в течение часа. Отличный пример. Все помнят 100-ваттные лампочки, которые раньше у нас были. То есть, если мы включаем ее, она работает на протяжении часа, то получается, мы используем одну десятую киловатт-часа, потому что 100 ватт – это одна десятая киловатта. То есть, мы используем это в течение часа, вот так энергия у нас, в принципе, рассчитывается, чтобы просто понимать, как это работает. То есть, когда система производит один мегаватт-час, вам автоматически насчитывается один вот этот кредит. Один кредит сейчас фиксирован на 15 лет в Нью-Джерсие стоит 91,5 доллара. То есть, если перевести на примере вот моей клиентки, о которой мы говорили, то в год ее система производит что-то порядком около 10 тысяч киловатт-часов. То есть, она получает в год около 900 с небольшим долларов по 1000 долларов. В зависимости от того, там, у нас бывает в один год солнца чуть побольше, в другой чуть поменьше, то есть, мы говорим буквально там небольшая разница. Но принцип такой, то, что для простоты подсчета ей засчитывается 10 кредитов, и один кредит стоит 91,5 доллара. То есть, неважно, пользовалась она этой энергией или нет, ей платят вот эти кредиты за то, что она производит чистую энергию. Так, значит, какая у меня идея появилась. Если мы можем что-то накопить за полгода, не пользуясь электричеством и отдать это в сеть, ничего за это не получить, или, как ты говоришь, там, 1%, то можно ли установить некую, там, аккумулятор и систему эту энергию накопить у себя, не отдавать ее в сеть? Вообще, возможность такая есть. Сейчас технологии, если мы говорим о солнечных панелях, сами солнечные панели не сильно изменились со времен 80-х. То есть, что изменилось, значительно эта цена. Буквально за последние 10 лет они очень сильно подешевели. Что касается батареи, это вот где все внимание и государства, и ученых, и вот все, кто с этим связан, вот это батареи. То есть сейчас возможности уже есть, есть дома, которые полностью существуют вне зависимости от электрокомпании, но, к сожалению, батареи сейчас достаточно дорогое удовольствие. То есть если мы говорим о необходимости иметь энергию постоянно, то батареи хороший вариант, потому что, опять же, это все относительно легко рассчитать, если знать, что делать. Но у каждой батареи есть свой запас, сколько энергии она может накопить, и он, к сожалению, сейчас не такой уж большой. То есть нужно будет несколько батарей ставить, и цена за них часто может быть, особенно если мы говорим о полном содержании дома, то цена за батареи может выйти даже больше, чем за сами панели. То есть самым дешевым вариантом, лучшим будет, если мы говорим про независимость и необходимость иметь энергию, то я практически всем рекомендую просто купить генератор, который работает на дизеле или на бензине. Это такой самый дешевый и самый практичный вариант, если в случае, в случае, если что-то случилось. Если у вас дома есть какое-то оборудование медицинское, к примеру, или небольшие серверы вы из дома делаете, которые вам обязательно иметь энергию всегда, то тогда батарея, конечно, может быть хорошим вариантом, потому что энергия, произведенная панелями, будет отправляться первым делом в накопитель, в эту батарею, и потом уже все, что излишки, они переключаются, мы можем обратно отправлять в сеть, но на всякий случай у нас все-таки в этой батарее какая-то энергия держится. Так же, как мы там аккумулятор в автомобиле зарядили, да, и он там держится, вопрос только в емкости и в стоимости. Да. То есть чисто теоретически, если такая батарея, как в Тесле, то она будет стоить примерно тысяч десять долларов, наверное, да? А, не сильно далеко от этого, да, то есть средние батареи, в зависимости от того, сколько у нее может она заряжать, она стоит от пяти до тринадцати тысяч. Да. Я понял. Хорошо, раз мы коснулись Теслы, это вариант, например, сначала зарядить там машину, а потом отдать в сеть, или оно, как это вообще происходит? Если, опять же, если вы заряжаете энергию, машину днем, то принцип работы панели идет такой, то что первым делом энергия идет, потребляя все, что мы в реальном времени производим, извиняюсь, сначала идет в дом, в том числе и на машину. То есть все, что панели производят, сначала потребляется домом, и все, что вот уже дом недополучает, точнее, наоборот, у нас есть излишки энергии, то мы их отправляем обратно в сеть. Это ночью происходит? А, нет, днем. То есть ночью мы, наоборот, ночью мы используем это из сети, и поэтому у нас, в принципе, почему сейчас выгодно панели, в принципе, иметь, потому что то, что днем вы там не использовали, ночью все равно пользуетесь энергией, и вы ее используете из сети, но за это не платите, потому что днем вы отправили энергию, то есть они просто сравнивают, сколько вы потребили, сколько вы отправили. Какая-то система учета специальная должна быть. Ну да, но это не так сильно тяжело, просто в самом начале, потому что многие люди даже не знают, как рассчитывают, сколько они платят за энергию, за что они платят. Хорошо, давай вернемся к нашему примеру, к некой барышне, которая, напомним, платила за электричество 180, установила панели, начала платить 150, вернее, генерить на 150, и порядка 10 платит за подключение. То есть она где-то там в каком-то плюсе 10, 15, 20 долларов. Да, ну как, да, я опять, да, сейчас... Расскажи мне о ее вот проекте, то есть какой-то примерно дом, площадь, крыша, сколько там бюджет ушел на панели, сколько времени заняло это там заказать, привезти, установить, смонтировать, запустить, как оплаты происходят, где, когда, кому, кто должен заплатить, чтобы это начало пройти. Понял. Дом у нее достаточно стандартный, если не ошибаюсь, я сейчас, опять же, всех цифр там конкретной площади не держу, я фокусируюсь на крыше, вот, то есть на том, что я делаю. Ну, средний дом у нее, я бы сказал, в районе 3000 square feet, система у нее вышла в районе 9 киловатт, и стоило это ей там в районе, да, изначально контракт у нее, сумма была 26 400, и потом-то она получила 26% от государства в виде налогового кредита, который был 6 900, то есть, так сказать, из кармана, если бы она платила наличными, она бы заплатила 19 500 долларов. Плюс у нее производство энергии сейчас выходит в районе 1100 долларов в год, то есть, там, в районе 90 долларов в месяц, если мы рассчитаем это на месячные платы. То есть, выплаты за панели у нее сейчас 155, но она получает 90. То есть, у нее, с учетом того, что она платит 10-15 долларов за подключение, то есть, если раньше она платила 180 долларов, то сейчас из кармана ежемесячно на электричество она тратит в районе 70-75. Кухня сложная. Немножко сложновато. Мы посчитали, кстати, то, что ее система сколько производит, и эта программа на 15 лет фиксирована. То есть, за 15 лет вот эта программа и практически выплатит саму систему. Просто за производство энергии. Вот это интересно. А скажи мне, эта система, она сколько живуча вообще? То есть, когда ее надо выбрасывать? Ну, выбрасывать. Отличный самый пример. Мне позвонила женщина из Калифорнии. У нее часть системы, потому что это же не только панели. Самое большое еще остальное – это инвертер. И вот инвертеры обычно выходят из строя быстрее. И позвонила женщина. Они купили дом в Калифорнии, на котором панели были установлены еще в 80-х годах. Она мне позвонила буквально относительно недавно и сказала, что до прошлого года, до того, как у нее инвертер поломался, у нее билл приходил в районе 100 долларов. Сейчас, когда инвертер поломался, панели не работают, у нее билл 500. То есть, у нее побольше дом, то есть, сказать, чуть больше среднего. Но идея такая, что панели были установлены практически 40 лет назад, и они еще производили 80% энергии, то, что она потребляла. То есть, если мы говорим о том, насколько они живучи, они... Точной статистики еще нет, но уже есть много систем, которые работают больше 30 лет. Те же самые в космос отправляют. Они до сих пор некоторые, которые были отправлены в 80-х, в 70-х, панели все еще производят энергию. То есть, сейчас есть... Если мы говорим о основных производителях, они дают 25 лет гарантии на панели. Что в эту гарантию входит? Это то, что они гарантируют, что через 25 лет панели будут производить, в зависимости от панели, они будут производить от 80% до 90% того, что они производили в первый год. То есть, если они... Грубо можно сказать, что панели выплатятся или там самортизируются в спокойном режиме за 15-20 лет, и служить еще потом 10-15 лет спокойно могут. Они спокойно будут работать. То есть, производительность первые 10 лет, наоборот, самая большая. В среднем, да, вот эта... Выработка падает на полпроцента примерно в год. То есть, первые 10 лет... Если мы говорим о гарантии 20-25 лет, 80%, ну, то через 30 лет они будут 60 давать. Ну, это тоже как бы что-то, правильно? Ну, или 50. Они даже больше будут, давайте, скажем так. Потому что гарантия... Меня что интересовало? Сколько они будут работать? Простой подход. Там, я плачу 150 в месяц за электричество, а могу платить 150 за панели. И там через 15 лет их выплатить. То есть, в принципе, платя за электричество, у меня ничего не остается, а выплачивая панели, у меня через 15 лет будут панели. Если я их могу еще эксплуатировать лет 10-15, ну, то это выгодно, да, очевидно. Если я должен их выбросить, ну, то это как бы радио послушал. Да, я понимаю. Опять же, возвращаясь к тому, что, как говорится, менять шило на мыло, никто не учитывает то, что инфляция-то идет, выплаты за электричество повышаются. То есть, просто посмотреть элементарно, 10-20 лет назад электричество в среднем по Америке было дешевле, чем сейчас. И сейчас статистика проводится из государственных сайтов по электроэнергии. И говорится то, что в среднем по Америке в районе 3% повышения в год. И если особенно посчитать точно, как это работает, сложный процент. То есть, 3%, к примеру, на следующий год, если мы говорим уже через 2 года, то это не просто 3%, опять же, к первому году, а 3% от 103. И если мы вот так посчитаем, то, я не знаю, сравнение отличное с бензином. Если можно было бы заблокировать цены 20 лет назад и не повышать, то, естественно, все бы так сделали. С солнечными панелями такая же идея. То, что у вас фиксированные выплаты, они не повышаются через 10-15 лет. Все зависит от того, как быстро вы хотите выплатить, но они фиксированы. А максимальное финансирование сколько? Лет 20? Самое большое, что я видел сейчас, 25 лет. Пускай это как моргидж практически. Да, проценты, кстати, тоже. Есть вариант, конечно, то есть расскажу, как процесс работает, установки. То есть есть компания установщиков, которые будут производить работу, у которых либо склад есть, либо они закупают. Ну, в общем, они свою работу делают. В плане финансирования есть отдельные банки, которые фокусируются конкретно на солнечных панелях. Они дают достаточно низкую процентную ставку. То есть я вижу в среднем по сравнению от 2 до 4 процентов ставка на кредит. То есть если мы говорим о любом другом кредите, который идет на улучшение дома, то мы говорим про 5 и выше точно. Обычно. Но как это работает? Вы берете, если в рассвочку панели, у вас нету никакой предоплаты, то есть все уже включено в эту стоимость, которую вам дадут. Банк, в свою очередь, берет какие-то так называемые fees за свою работу, потому что они не могут, это финансово невыгодно давать 2 процента и больше этого ничего не нужно. Ну, конечно, банк старается в первый год заработать все, что можно. Конечно, конечно. Идея такая, когда вы их берете в рассвочку, все эти деньги, сразу вся сумма, которая контракта за вычетом, вот это оформление документов, их можно назвать как угодно, но вот эти fees, которые берет банк, вся эта сумма напрямую идет установщик. То есть по факту, когда вы их взяли, у вас есть взаимоотношения с установщиком, в плане того, как они сделали работу, если что-то вдруг, не дай бог, поломалось, то они ответственны за свою работу или за оборудование. Но выплаты конкретно уже идут не установщику, а банку, который это финансировал. И у вас есть возможность, естественно, выплатить это быстрее. К примеру, вернемся к женщине, которая платит сейчас 150 долларов. То есть даже если она будет платить не 150, а 160 долларов, то у нее кредит из 20 лет перейдет в сократиться в лес 16-17. Я точный расчет сейчас не делал. Ну, это понятно, да. Кому надо будет, то считают с калькулятором. Опять же, это, кстати, распространенное у меня было. Вопросы, потому что люди не совсем понимают, как налоговый кредит работает, если они берут финансирование. Как это происходит? Банки, которые фокусируются на солнечных панелях, они делают рефинансирование один раз. И вам дают 18 месяцев на то, чтобы вы внесли вот эти 26% от суммы контракта. То есть как они думают? То, что если, к примеру, мы с вами подписали договор в январе, и вы в следующем году только должны получить свои возвратные налоги, вот этот такс-кредит, некоторые люди делают такс-экстеншн, то есть на полгода. Поэтому они дают вам 18 месяцев, чтобы у вас было время эти деньги собрать. У вас есть опция не платить эти деньги, то есть если были у меня клиенты, у которых были большие задолженности по кредитным картам, то есть им было выгоднее взять эти деньги, выплатить долги по кредитным картам, и так как кредит на солнечные панели был фиксированный, выплаты у них было в районе 3% годовых, было выгоднее не донести эти 26%, и выплаты ежемесячные, они чуть-чуть повысились, но им было выгоднее так делать, нежели платить долги по кредитам. Ну да, уже финансовое планирование каждого, это такое дело. Я просто к примеру тому, как это работает, то, что можно... Главное, что должно остаться, это то, что в некоторых штатах мы можем получить компенсацию за то, что мы производим электричество, в некоторых, или федеральная программа, мы можем получить возврат на налоги, то есть часть, там, то, что мы должны налоги заплатить, мы можем эти деньги использовать на финансирование панелей, да? Да, ну налоги как раз, это федеральная программа, так что она работает, в принципе, по всем штатам. Я оставлю ссылку в описании, есть сайт, на котором можно посмотреть, какие, в принципе, есть программы доступные, то есть все, что нужно будет сделать, зайти на этот сайт, выбрать свой штат и написать solar в паскарике. И она выдаст все, что... Как говорят во всех видео, там внизу, да? Ссылки в описании. Я оставлю ссылки для скачивания, или там еще что-то, описание и так далее. То есть это, в принципе, можно посмотреть, какие есть. Техас очень интересный штат, потому что у них много разных компаний, электрокомпаний, и они там немножко по-разному работают. И есть, допустим, маленькие компании, электрокомпании, которые дают свои, допустим, программы, то есть они там сразу покрывают часть стоимости дополнительно, или у них есть фиксированные... То есть есть разные... В разных штатах есть разные программы, и это нужно... Можно просто посмотреть на том сайте, о котором я говорю, или спросить у специалистов. Еще в другие штаты, в которые, если у вас, в принципе, если посмотреть, что вы платите больше 12-15 центов за киловатт-час, то солнечные панели будут дешевле в долгосрочном перспективе. Если средний по стране, это как раз выходит в районе 12-13, учитывая то, что некоторые штаты платят 8 центов за электричество, там в районе 9 в Айдахо, в Лузиане. И, допустим, в Калифорнии и в северо-восток Америки они платят в среднем около 20 центов, превышая. В Нью-Йорк достаточно высокие цены. То есть в этом случае, даже если бы не было дополнительных никаких программ, все равно выплаты за солнечные панели были бы, особенно в долгосрочный период, дешевле, чем платить за электричество. С этим понятно. Скажи мне еще такой вопрос. Если это мультиюнит здания на 4 квартиры, на 10 квартир, или это небоскреб вообще, есть смысл завязываться с этим? Мы говорим про владельца этого здания? Ну, о владельце, конечно. Ну, или, не знаю, если это кооператив, то, наверное, там люди могут забраться, обсудить, да? Да. Смотрите. Если мы говорим про коммерческое здание, то это совсем другая история. Это даже намного лучше, потому что они, все бизнес-пладельцы, которые сейчас смотрят, знают то, что есть любые, допустим, компьютер, мы можем списать часть стоимости с налогов. Солнечные панели тоже самое. Плюс, так как государство это пытается продвинуть, в некоторых случаях можно списать до 86% стоимости, как бизнес... Сейчас только по-английски приходит business expense. То, что это можно списать с налоговых обязательств. Плюс, принцип работы, кредит, примерно так же, как и в частных домах. То есть все, что мы сейчас обсуждали, на коммерческие здания работает примерно так же, только у коммерческих зданий еще дополнительные либо программы поддержки, либо они больше с налогов могут списать. В общем, особенно еще мы говорим про масштабы, правильно? То, что больше панелей устанавливается, стоимость установки на отдельную панель будет падать, потому что мы больше проекта делаем. То есть в итоге на коммерческие здания это намного дешевле, это намного выгоднее бизнесам, потому что они все равно платят за энергию, вместо этого они устанавливают панели и еще и списывают много с налогов. То есть это нужно точно рассчитывать, я не могу сейчас все рассказать. Но идея такая, то что вместо того, что платить за электричество, вы платите за солнечные панели и еще и списываете с налогов. То есть, резюмируя, если у нас есть один дом, которому более-менее выгодно использовать солнечные панели, то в случае, если в этом доме живет 4 жильца, 4 семьи, он может в принципе по площади быть плюс-минус такой же, или там крыша, то это еще более выгодно будет, правильно? Владельцу дома. Владельцу дома, да, 100%. Особенно если мы говорим, что это зарегистрированный бизнес, то да, то есть это там и больше программ поддержки, и, к примеру, про налоговый кредит, который я говорил, если он для частных домов закрывается в следующем году, эта программа уже существовала с 2008 года, то есть ее достаточно долго уже продвигают. В смысле, а что значит закрывается? Ты хочешь сказать, что в следующем году в Нью-Джерси станет менее выгодно солнечные панели устанавливать? После конца следующего года, да. Ага. То есть вот эти 26%, которые сейчас платят, налоговый кредит, он снизится до 10 в 2023 году. Условия, чтобы... 1 января 2023. То есть... Будет 10% вместо 26? Да, именно. Он долгое время, до 2020 года, он был до 30%, сейчас упал до 26. Долгое время были слухи, то что будут его снижать, то есть по идее он должен быть был еще ниже, но Байден продлил это до 2022 года. Но вообще, да, то есть это 26% налоговый кредит, программа, так сказать, снижается до 10 с 1 января 2023 года. То есть ваша система должна быть установлена. А скажи, пожалуйста, сколько времени занимает вот от первого контакта, например, с тобой, звонок, мы хотим поставить солнечные панели? До там включили в розетку работы. Вам как, покороче ответ или чуть развернуто? Так, чтобы было понятно. Так, чтобы было понятно. Хорошо. В среднем занимает 3 месяца. Самое долгое – это оформление всех документов за получение разрешения от электрокомпании и от города. В некоторых штатах бывает такое, что в июте у меня были клиенты, мы установили систему буквально за 3 недели с момента подписания договора. И у меня был… Но там еще, я скажу, это была ошибка еще компании, которая оформляла это все, то есть они там с документами не совсем все правильно сделали, установка затянулась на 5 месяцев. Но это больше как исключение. То есть в среднем я бы сказал, я говорю своим клиентам, что занимает 3 месяца. Обычно мы вкладываемся, компании вкладываются быстрее, чем за 3 месяца. Но вот я так, знаете, чтобы не было… Вот ты мне сказал, что через 3 месяца будет установлено, а это уже сколько можно ждать. Ну, то есть как бы… А вопрос такой, если там выпал снег, засыпало панели и так далее, их надо очищать специально как-то там, как это… Или это просто надо на неделю, пока растает, забыть о том, что там… Примерно так. Если честно, я вот сейчас из моего опыта практически все клиенты, которые устанавливают… Там есть еще система, то, что можно смотреть, сколько производят панели. И все клиенты, которые вот только установили, как правило, заходят в это приложение чуть ли не каждый день, а то некоторые там по несколько раз… Конечно, майнеры, майнеры. Интересно, потому что новая игрушка, правильно? Да. Но буквально после трех месяцев никто не заходит, никто не проверяет, они просто получают билл, вот здорово, у меня билл низкий. Примерно так это выглядит. Вообще, конечно, можно, я не знаю, если вы видели, нет, некоторые люди делают такое-то с удлинением, просто как-то на крышу, чтобы снег скинуть, как обычно. То есть они специального ухода там особо не нужно. Если вы живете там, допустим, в Аризоне, где у вас там ни дождей, толком нету, и пыль постоянно, то, в принципе, можно там раз в год, раз в полгода просто со шланга полить. То есть они прям такого сильного ухода за ними не нужно. И расчеты, которые я делаю, или вообще любые другие компании, они-то учитываются погодные условия, то есть в среднем все равно панели, снег просто с них тает и просто сам под весом своим спадывает. То есть конкретно прям залазить, зачищать, чтобы вам там то, что производят, они намного меньше. Это не так сильно, если мы говорим про год, то вот эти несколько дней, они сильно большой разницы не сделают. Я понял. Хорошо. А у кого есть электромобиль, им это более выгодно должно быть или менее выгодно? Вообще намного выгоднее, потому что вы по факту просто больше используете энергии, следовательно, больше платите за электричество. И, опять же, возвращаясь к коммерческим проектам, то, что чем больше панелей мы устанавливаем, тем цена за отдельную панель, потому что мы рассчитываем стоимость за ватт, то есть у нас размеры. Переводя на простой человеческий язык, это вот сколько там платим за отдельную панель, грубо говоря. То есть чем больше вы поставите панелей, тем цена за каждую отдельную панель будет ниже. То есть с электромашинами вы просто из сети обычно пользуетесь намного больше. То есть мы... все зависит от дома, от того, сколько вы ездите, но в интернете просто легко посчитать, сколько вы будете потреблять энергии, исходя из того, сколько вы будете ездить. То есть она добавляет несколько тысяч киловатт-часов за год, и, следовательно, вместо того, что платить от электрокомпании, вы выплачиваете панели. То есть, отвечая на ваш вопрос, владельцам электромашин устанавливая солнечные панели в большинстве штатов все-таки намного выгоднее, чем платить электрокомпании. Окей. Что я еще забыл спросить? Ну, наверное, так как вы занимаетесь real estate, наверное, все-таки вопрос беспокоит, что с ними делать при продаже и вообще почему люди как... Исходя из нашего разговора, я понял, что вопрос в том, какая гарантия, сколько им еще жить, все это можно показать, посчитать, как бы, ну, то есть это как продавать, там, не знаю, с кухней, с оборудованием каким-то, с котлом. Именно, да. То есть многие люди об этом не задумываются, но это достаточно частый вопрос, и я бы хотел немножко так рассказать об этом. То, что при продаже дома есть два варианта. Люди либо переносят оставшуюся сумму долга за панели, если вы выплачиваете в кредит. Либо они дополнительно еще денег добавляют к стоимости дома, то есть вместо того, что там платить за электричество, вы платите за моргидж, грубо говоря. Но, опять же, если мы сравним стоимость электричества... То, что там не такие большие суммы при продаже, просто скорее всего эти старые владельцы погасят свой долг, да? Да. Чаще всего я вижу, что люди просто повышают, то есть панели повышают стоимость дома, как правило, я бы не сказал, что на всю стоимость системы, но они все равно, там мы говорим про дополнительные... Я думаю, что это как прикол, там никто не будет считать сколько панелей, сколько они стоят и на сколько они дома Да, то есть точно это никто не считает, но все равно это добавляет к стоимости дома, я бы сказал, вот на моем опыте это от 10 до 20 тысяч долларов к стоимости дома это прибавляет. Ну, тогда, в отличие от других, где такой системы нет, понятно, что есть какой-то преимущество. Это как бассейн, например, да? Кто-то оценит и готов больше заплатить, кто-то скажет, а зачем мне он нужен, не хочу бассейн... Ну, да, да. То есть, в принципе, это такой мой посыл всем агентам, это то, что понимать то, что дом с панелями, у него по электро... счета за электричество практически нет. То есть, это вот самое основное, то, что... как объяснить... Ну, соответственно, да, если счет за электричество там отсутствует, то это приятно. Ну, да. Берем на этом гарантийный талон на панели, смотрим, сколько им еще жить. Считаем, сколько можем сэкономить на электричество. Ну, да. Так, в принципе, основное-то я прошелся, то есть, все нужно индивидуально смотреть. Я бы сказал... О, еще про крышу, кстати, мы про вот это не сказали. Крышу нужно продырять. Не совсем. Про крышу и про иншуранс. Мы в самом начале начали про это говорить и это не сказали. Говоря про крышу, все компании, которые будут устанавливать, дают ту или иную гарантию непосредственно на работу тоже, помимо самого оборудования. То есть, как я объясняю своим клиентам, это все, что человеческий фактор. То, что они могли накосячить, это вот labor warranty покрывает. Соответственно, важно, чтобы установщик был проверенная компания с историей с опытом, которая не исчезнет через три месяца или через пару лет с рынка. Да, именно. Моя специализация такая, то, что я сравниваю предложения от разных компаний. Здесь у меня, как у брокера, есть доступ к разным компаниям. Я смотрю их оборудование, смотрю, какие отзывы. Плюс у меня есть так называемый network, людей, которые уже, допустим, с ними работали. То есть мы выбираем, я смотрю, цена, оборудование, все здорово. В чем подвох? Я звоню тем, с кем я работаю или узнаю, кто с ними работал и просто узнаю, как вообще в жизни происходит, как они работают. То есть, естественно, нужно смотреть на компанию, с которой вы устанавливаете. А, кстати, мы затронули тему у производителей. Кто сейчас на рынке панелей, чьих компаний как бы популярны, надежны? Или вообще присутствуют? Самые распространенные сейчас это Qcell, это корейский производитель. Потом еще LG, очень достаточно, это одни из самых лучших панелей. Они стоят немножко дороже, но это вот точно один из топовых панелей. Нужно смотреть сейчас идет изменение рынка, потому что много раньше панелей шло из Китая, да, и сейчас все больше и больше сводится к тому, что просто доставка уже дорогая, я не знаю, кто следит за экономикой. В общем, все сейчас переходит потихоньку к тому, что больше местные что ли производители. И вот один из самых хороших, это вот они называются Canadian Solar, и они производятся, у них есть офисы производства здесь, в Америке и в Канаде. То есть, что они пишут, это произведено в Северной Америке. То есть, вот из таких самых популярных, с которыми я сейчас работаю, конечно, список есть большой, но из тех, которые самые распространенные, которые я вижу люди устанавливают, это Q-Cell, это Canadian Solar, LG, я бы еще третью добавил, это SealFab, это тоже американские производители. Ну, и там какую-то черепицу Илон Маск начал предлагать. Вообще, да, но они сейчас, я точно не знаю, они закрыли полностью эту программу, или там, я помню, там, читал пару месяцев назад, цены поднялись в разы. Идея классная, но сейчас она, да, производительность, практичность этой технологии еще не здесь. То есть, я еще видел, я не знаю, вот у нас тут кто-то устанавливал не панели, а похожее что-то, как на черепицу, но тонкая, короче говоря, какая-то история на покрытие на крыше. Да, это так называемые thin panels, то есть, ну, они вот такие, их можно даже немножко погнуть. Это вот как раз, что технология, которая крыша покрывается, то есть, они просто, производительность их достаточно низкая. То есть, если мы говорим, так сказать, прикольный фактор, то, что посмотрите, у меня такой умный технологический дом, то есть, если есть желание, это можно сделать, но это еще непрактично. Ясно. Не по пацане, не по производству. Хорошо, в первом приближении мы рассказали, что к чему, как считать, на что обращать внимание. Я бы сказал, я бы еще про крышу мы-то не договорили, я бы хотел про крышу отдельно сказать. Любой установщик будет проверять перед установкой состояния крыши, потому что они дают свою гарантию. Обычно, если крыша уже близка к замене, они рекомендуют ее поменять, а в некоторых случаях даже просто отказаться от установки, пока вы не поменяете крышу. Плюс этого, то, что вы 26% мы говорим про налоговый кредит, часть стоимости крыши вы можете внести в этот налоговый кредит, потому что вы устанавливаете, меняете крышу, для того, чтобы установить солнечную панель. Все детали я не могу вдаваться, потому что у меня нету лайсенса, это нужно считать, как точно, вы сможете сколько списать. Какой хитрый вход. Да, то есть, в принципе, некоторые даже компании, не буду говорить, но вообще, в принципе, я видел то, что оформляют так, то, что замена крыши бесплатно, а стоимость панелей намного выше, потому что на панели берут 26% налогового кредита. То есть, опять же, все зависит от того, как вам делают налоги, это уже, так сказать, на вашей совести и знаниях вашего аккаунта. Соответственно, если есть идея менять крышу, то надо еще и покалькулировать сразу с панелями. Обязательно. Я много работаю с компаниями, которые устанавливают крышу, и я бы не сказал, что большинство моих клиентов, но относительно, такая хорошая часть моих клиентов приходит от тех, которые меняют крышу. Логично. Хорошо, такой инсайт. Спасибо. Есть над чем подумать. Надеюсь, я все ответил. Есть на что обратить внимание. Главное, я клиентам теперь смогу более подробно рассказывать о солнечных панелях, а в случае чего дать телефон, куда звонить, задавать. Буду рад помочь. Я еще, кстати, дописываю гид по солнечным панелям, я рассказываю все, что мы рассказали сейчас. Книжку. Да, книжку. Я книжку дописываю, а там детально рассказывается на что смотреть, как посмотреть, сколько вы потребляете энергии и как самому почитать, сколько панелей будут на вашем доме производить. В описании к видео выложим также ссылку. Хорошо, отлично, Николай. Спасибо. Спасибо за время, спасибо за информацию. Спасибо за интервью. Такие полезные, часто задаваемые вопросы. Да, спасибо. До встречи. Счастливо. -б fois, Редактор субтитров, А.